Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Отчет. Номер 129. Вопросы и события дня. Задавайте вопросы. 18 апреля 2016 года. Дальше читайте. Я просто буду передвигать. Об этом говорил, когда нужно остановлюсь. Времени нету говорить. Хотя на каждую фразу есть новинки сказать. Ну и вот это вот. Почему на меня выходят, сколько говорю и модераторы перекидывают с контактов. Я там не бываю. Это работа, я думаю, модераторов. Они не всем отвечают, чтобы они искали ответы вот в этих утренних отчетах за прошедший день. Но одно и то же. Он перекидывает мне, или он, или она, кто там работает, я даже не знаю. Потом я ответы даю опять туда. Теперь я ответы не даю, потому что ответы здесь даются. В аудио или в видео. Но объявление так остается в силе. Если бы нашлось несколько человек вначале обрабатывать наши ролики, краткое содержание, ну и все было сделано. Я, например, не успеваю. Это невозможно успеть. Потому что большая работа, идут много вопросов, люди нуждаются. Я сейчас скажу. И дальше вот у нас занятия идут. Посмотрите, когда, какое время. Сначала заранее надо выходить на Сергею. Итак, считай. Юрий Соболев. Мир вам, Игнатий Тихонович. У меня к вам просьба. Ответы, которые вы даете в печатном виде на мои вопросы, в видеороликах, не могли бы вы дублировать и мне в сообщении, как раньше. А то жаль будет для истории, что мой вопрос в архиве есть, а вашего ответа нет. Хотя он есть на видео. На видео. Но видео есть видео. Трудно искать там. Благодарю за разъяснение вопроса о красоте. Вот видите, как человек думает о будущем. Как это о будущем? Поколение за нами придет. Я перебирал в общей сложности, наверное, десятка-два газет регулярно. Аргументы и факты там с Комсомольской. И у меня целая подшивка. Я переплетчик переплетал. И даже я решил большую надпись сделать. Это для будущих потомков. 750 килограмм. Вот газета как вот развернута, в таком виде вложится. Это 13,5 метров. Это архив мой. И для поколения. Потому что газеты этих не будет. А со временем даже самая обыкновенная медаль или копейка, марка, и та в ценности увеличивается. Дальше. Я отвечаю. Понимаю умом. А до дела довести мне это очень даже несподручно бывает. Если ответ даю по уже заранее отвеченному письменному, то к вам это уходит. Но если с листа читаю и отвечаю, тут уж только скорописец мог бы закрепить на бумаге стречевого ответа. А такого нет. Так. Он мне отвечает. Говорю, Игнатий Тихонович, лишь о тех ответах, которые вы набираете и читаете с экрана, а не речевых. Да, вон как. Как бы так скажу. Раз на некоторые ответы вы все равно набираете текст, не могли бы продублировать и мне его сообщением. Как, например, тот же ответ о красоте. Спаси Христос. Говорю о как раз заранее отвеченных письменных. Теперь понятно. Но это для меня еще не все, потому что выходит этот копировать. Вот я сейчас взял это с форума. Новый человек. Считай. Наталья Филатова, Петрозаводск. Здравствуйте, Игнатий. Уже подписалась и посмотрела кое-что. Очень понравились пара ваших роликов с лежачим собеседником в полосатой футболке фуфайке и с американским баптистом беседа. Понятно. Вот этот лежащий в полосатой футболке, кто это такой? Что за беседа была? Сергей Козлов. А? Сергей Козлов. А-а-а. Никак бы даже не подумал. А тут и думать не о чем-то. А вот видишь, как это? Тупицы. Ну, я-то думал, в Потеряевске она смотрела. Дальше. Я рад, что вы поддержали нашего патриарха и против расколов на радость врагам Родины. Так, я поддержал. Понимаете, это не так совсем. Я не поддержал его. Как поддерживать, когда... Ну, я говорю, что нападать на него не за что. Если так понимать, что я поддержал, то нужно в реанимации, чтобы его поддерживать. Все уже католикам предано. И потом еще вдруг взгомозились. В этой встрече, я говорю, он ничего не сделал того, чего не было бы. Мне непонятно, что, из-за чего вдруг как сорвались все. И которые трусливые, говорят, что хватцы поджатые, особенно бесправные священники. И вдруг голос прорезался у них. И прям патриарха грызут. А до этого на меня нападали. Игнатий поносит патриарха. Я говорил по делу, по слову Божию. Где он выступает, как патриарх Алексей II, там у Кирилла. Я был в Москве, на площади Кирилла Мефодия. Говорит минут 20 и слова вообще Христа нет. Слово Библии ни один не произносит даже. Вот я о чем говорил. До сегодня, я говорю, патриарх нуждается в помощи от нападок. И часто несправедливых, отмонашествующих. Это к этому все это идет. А вот и теперь прям по серьезному собираются они сразу. По одному-то никак. Что, что называют, кодлы. То есть, как бы собаки куча собираются, бросаются, они тогда опасны. Здесь конференции, друг друга. Один выступает, другой, третий. На днях слышу выступает Осипов Владимир Николаевич. Это человек-герой. Настоящий герой России. Таких надо хранить. Это образец стойкости, мужества. Два раза по 70-й статье судили. Два раза. Но речь идет не о Христе. И где он говорит, евангельское слово я у него не слышу. Но вот я нахожусь на кухне, и он на полную мощность включил. Я никого не слышал, чтобы так сильно походил на интонации, экспрессии Гитлера. Это в самом хорошем смысле говорю. Как он говорит Гитлер, как он народ захватывает. Это так же говорит. Он низ, он горячий. Но горячийность это не та, о которой, если бы ты был холодный или горячий. Я говорю об Осипове, который сидел. Владимир Николаевич. Не Алексей Ильич. Еще есть. Осипов был. Я через него кое-что узнавал раньше. Профессор Санкт-Петербургской академии. Стал атеистом. Осипов Александр. И вот здесь. Я, патриарха, в том, что он делает, не поддерживаю. Но не осуждаю его. Да и обходились без папы-то. Ну скажи папе-то, чтобы борну-то не брил-то. Старик уже 80 лет, и все скоблится каждый день-то. Позорище. Ну и с папой-то встречался так. Вы одинаковые епископы. Пусть папа у тебя так же благословляется. На равных хотя бы. Нет, сразу по туфлю давят. Это так понятно. Ну ладно, пусть я поддерживаю. Ну хотя бы враги на меня нападают. Ну поддерживай. Что дальше-то? Если есть разные мнения, надо порешать и попробовать найти общий язык внутри себя, а не голосить, как оглашенное на всю страну. Ну внутри себя язык, я это слово такое не знаю. А общий язык внутри себя. Нигде это... Писания нету, чтобы общий язык с чем-то был. Я должен говорить во свете Библии. Так говорит Господь. Я сейчас покажу это. Еще очень понравилось про то, что надо проповедовать священникам и организовать изучение Библии. О! Ну я не просто говорю. Я много лет вел занятия в пяти университетах. Радиопередачи, в воинских частях вокруг, что есть здесь. Во всех отделах милиции, в разных городах, на фабриках, заводах, КГБ. Ну везде абсолютно. И как образовать общины. Главное о чем заботится патриарх. Это открытым оком у меня третий том. Возьмите. Пособие по изучению Евангелия от Марка. Ничего не надо мудрить. Дальше. Где оно там? Ну меня... Это верно, что пустое место занимает кто угодно. Я искренне предан на православию, но меня раздражает их прием денег без проповеднической и воспитательной работы. Самое опасное, что у нас есть, может даже государство, это миссионерские отделы, которые создали. Это обман. Это просто хула на Духа Святого может быть. Нельзя этому научить. Отделы создавайте там в социальной помощи бедным, детям, покинутым, освобождающимся из заключения, там, что угодно. Миссионерские отделы нельзя образовать. Даже пищу раздавайте то из веданных, исполненных Духа Святого. Это Бог делает. Он берет и вдруг он начал проповедовать. Саул лежал целый день раздетый. Его кто избирал? Илдат и молдат не пришли. Их надо в отдел, надо в миссионерский отдел. Побежали за ними, они отдельно проповедуют. Никаких отделов не надо, двое. Двое. Тогда Дух Святой открывает, куда пойти, с кем разговаривать, как. Они не понимают. Миссионерские отделы, патриархия, я их называю сегодня как дыра в преисподнюю. Они не видят ничего, учатся грамоты свои, что-то пытаются предсказывать, говорить, как на улицах. Артриум, разные названия такие придумывают. Это пустое. Пустое. Море и сушу обходят, чтобы с ценами гиены сделать. Молитесь. Вот когда у вас будет по семь раз в день молиться, связь с Богом, вот тогда что-то у вас может быть ожидать от вас. А ему отчет надо, деньги получить. А сколько через вас обратилось? Ни одного. Бог обращает. А не им отчет надо, палочку поставить. Вот таких-то он оплевал, таких-то обгадил, такого-то из-под себя бросил свое на выходном отверстии. Мерзость одна. Просто это в первый же указ будет закрыто. Миссионерские отделы Бог не создает. Он говорит, идите по всему миру. И послал по два. По два. Идите, и все кончилось. Никому отчета не давать. Никогда. Тебя будут проверять ангелы. Они тебе голову отрубят и лизык отрежут. Если не так будет. А где это известно? И житие святых. И вдруг заговорил. Кто заговорил? Камни. Камни заговорят. Вот. Считаем это, кажется, у Яхонтова. Стихотворение это. Беда слепой. Без веры таких не бывает речей. Казалось, слепцу слабе небо являлось. Дрожащая к небу рука поднималась. И слезы текли из потухших очей. Этого ничего нет. Они друг перед другом надмиваются, стоят. Вот здесь и гордыня, и прелесть под завязку везде. Он миссионер. Какая миссия у тебя? Даже Ян Корнштадтский не поехал никуда. Вот здесь, на окраинах. Помогите людям встать на ноги. Дальше. Ладно, я найду. И еще кто-то. А другим не удается. Вот так. Действительно. Вы правы. Меня поразили ваши слова, что такого разгула мусульманства у нас не было бы. Не было бы. Коль священники не дремали бы. Еще бы. Ни два, ни три дня церкви Бог дал. Шесть столетий. Ну, в 632-м умер Мухаммад-то. И пишет Андрей Куреев. Ни одного миссионера не послали. А только налоги брали. Ну, за шесть-то столетий. Ну, а монахи-то были. До них-то прошли какие? Один монастырь. Пахомия великая. 11 тысяч мужиков. До монастыря-то шли. Какие люди самые гранитные. Какие они крепкие, твердые. Искренние были. Но Евангелия не было. Закрыто было. Если хотел кто узнать, его били. До Сефея вспомните. Молодой офицер уверовал. И желает узнать. Подошел Акаве Дорофею. Савва Дорофей. Ава Дорофей, я хотел бы узнать. Зачем тебе надо? Это обычная папа. Зачем тебе Евангелие знать? Не надо. Проходит время. Ну, охота. Считаю, не понимаю. Настоятель спрашивает. Как? Да хороший он у меня. Но все время Евангелие. Давай договоримся. Я к тебе его пришлю. Заразрешим. А ты ему отбудал. От дуба сего как следует. Палка его просто. Ну, что это такое? Монах из знать Евангелия. Да где это видано? А так-то хороший он. Не ест. А после больных только голову рыбью обсасывает. Это вообще молодой офицер. Да еще, может, ты сняшь из сковорода. Ну, он и пошел. В следующий раз опять Ава. Прости меня. Но ты скажи. Вот я хотел узнать, как это. Вот Христос сказал так, что доколе не воскрикнете, благословен гряды и во имя Господне. Так. Я уже договорился с настоятелем. Монастыря. Сходи к нему. Он тебе ответит. Все. Тихо, нежно. А тот уже ждет его с палкой за углом. Он пришел. Я хотел. Ты зачем пришел в монастырь? Тебе сказали, не надо знать. Ты посмотри, сколько монахов. И ни один этого не спрашивает. Ты чего вылазишься здесь? Ну и давай ему. И палка его. Он приходит назад. И видно, что побитый. Ну и как? Да хорошо. А настоятель как-то нехорошо. Да мы же договорились, побьет. А он тебя, может быть, это, задел как? Ну да. А как? Ну, вот сюда ударил. Он из него уже вышибли, все. А потом, ну, два раза вот сюда ударил. А потом. Ну, я побежал, он догнал меня. Как по спине ударил палкой-то? Ну, я не обижаюсь. Он хороший настоятель. О, настоящий монах. Все. И маленько, погодя, он помер. Видно, печенки отбил он ему. Можно только догадываться, какая причина. Но это образец для монашества. Ничего не надо знать. Вот Авва. Авва-то и заменил собой Христа, Духа Святого, Троицу, Библию. Все заменено. Такую дурь высевали. И ни одного не послали. А где Вселенские соборы были, Андрей Кураев пишет, он там проехал, я там не был, говорит. Одни развалины. Я даже свечку не мог затеплить. Везде враждебные взгляды. Вот и все. Получайте. На совести, монашество, мусульманство. Теперь они вам покажут. Теперь ИГИЛ придет. Все будет вам. И по сегодняшний день ничего не понимает. Опять крестные ходы, мощи. То есть мертвичина одна. Я называю скотомогильники устраивает. Живого огня Духа Святого нету. Вообще нету. Если где-то отдельный, отдельный. Там есть люди. Так ну, дальше считаем. Когда я искала Бога, я занималась со свидетелями Иеговы. Заочно училась в радиошколе адвентистов седьмого дня. О, как? Нравятся мне доводы евангельских христиан. Но я не изменю духовной культуре своего народа. О духовной культуре народа. Это все не евангельское. Сказать, что я буду держать именно православие, потому что здесь есть священство, епископат, рукоположенные толкования, каноны соборов. Вот это да. А это культура. Это пустое все. Ведь это тоже был бы раскол. К тому же у нас все правильно. Вот только священнослужители порой, люди огорчают и не становятся для них пастырями. Маленькое дело. Из пастыря превратились в лютых волков. Совсем незначительное. Ну, дальше. Алексей Путник, Санкт-Петербург. Надо благословить вас. Не Путин. Дальше. Господь, батюшка, долгими годами жизни. Вот это букво забыл, а где-то около евреев отирался. Вот это жидовская хитрость, как еврейские штучки, как говорит Никита Михалков. Зачем мне написать Господь? Что изменится от этого? И здесь он дальше уже пошел. Те только в слове Бог, Бог выбрасывает. А он теперь везде начал выбрасывать. Ну, русским скажи. Мне интересно, Лесков об этом пишет. Близкие отношения православного батюшки и католического ксенза. Ну, и давай разговаривать. А ты как исповедуешь? Так у нас отдельная исповедальня построена. И там решетки вот так. Я не вижу, кто там приходит. Ну, по голосу вижу, что женщина. Вот один есть такой настоятель, или как называется, фильм. Один исповедуется и ему говорит. Я ненавижу вас. Я решил вас убить. Священнику исповедуется. Решил зарезать вас. Застрелить. Ну, и так и будет. А он его не видит, кто он такой-то. И священник-то какой-то. В следующий раз на исповеди говорит. «Приходи на берег моря, я тебя там убью». Священник поплелся туда. Зачем? Неизвестно. Он его там застрелил. И вот исповедует. Так ты исповедуешь. Ну, я подробно узнаю. А это можно? Да как иначе? Я должен узнать, где был человек, зачем он там был-то. И отрезать, дать нужен совет. А-а-а. А священник-то как фартуком накрыл, да и православный, то он ничего не исповедует фактически-то. Я тебе добрый ксенца сказал. Священник взял. В следующий раз приходит одна. Ну, и кем ты работаешь, дочь моя? Я служанкой работаю у богатых тут. Ага, я и не знал. Так, и что? Ну, я своровал у них. Вот, нехорошая дочь моя. Раньше он мне спросил, а тут, а что ты своровала? Да часы. Часы? А что у них так много часов, они не заметили? Да нет, только двое часов. Теперь, а какие часы? А какие часы? Одни были маленькие, а другие, говорит, такие на полу стоят. Они два метра с лишним высотой. И там большой мать, и богатые. Ну, и что? Ну, я вынесла их, и все, домой вынесла. А как ты пронесла? Да я проглотила их, и меня не видели. А какие проглотила часы? Которые два с половиной метра? Или эти-то? Ну, дальше-то понятно, что тут спрашивать не надо. Как грамоте, как нестерпло, украинский фильм был раньше, еще голова нужна, как грамоте-то. А это кончают университеты, ничего нет. Ну, зачем он? Дальше давай. Я его не осужаю, просто, ну, никуда не годится. Значит, вас Господь, Батюшка, долгими годами жизни и здравием для проповеди Евангелия. Пусть благодать... Евангелие с большой буквы, конечно, давай. Пусть благодать Христова... Евангелие Христова, Христова, ты считай, как он пишет. Христова и сила Духа Святого, и мудрость, ходящая свыше, обозорит более и более путь ваш. Из не святого, а святаго. Значит, тут все перепутано. Я с кем-то общался, все репи нахватал на хвост твой. Дальше. Вот, смотрю я свидетельства и понимаю, что времени уже нет. А так, хотелось бы еще потрудиться для господа, наверное. Господа. Видите, что делают? На этой земле. Да время вышло. Крепко молиться мне, ну, должно. Добы не застал он меня как тать. А ведь при дверях уж... Вот так. Ответ, все, что у нас есть... Это я другому отвечаю. Все, что у нас есть на наших сайте и на форуме, проповеди, фильмы, видео и прочее, при случае, хотя бы и обы, как может сделать и другой. И обы, как может сделать и другой. А хотя бы и обы, как может сделать и другой. Потому что речь зашла вот о чем. Мы закончили начитывание с Никитой, с горем пополам. 123 занятия в Потеряевке, первые годы, когда она была основана, тематические. У меня часов-то нету, никаких. У Никиты ударение на последний слог. И заедает слова, не слышно. Я делал замечания, 50 замечаний, как с гуся вода. Помолитесь, чтобы... Ну, считать там, сходу берет-то. Вот сегодня считаем утром молитву. Ночь и день. Если одно гласное, он ударение не может перенести, тут некуда. Лето и зима, ты учредил. Лето, зиму. Ну, нет такого слова, Никита, зиму. Ну, почему не зиму-то? Зиму. И при том, ну, прямо совершенно не звучит и не произносится. Раньше книги издавали с ударением для иностранных, как бы. Вот почему? Я делаю вывод. Сидел один, ни с кем не встречался. Компьютерные игры, там разные, наркотики, еще попало. То есть, общения с людьми нет. Все бы, неужели никто бы не сделал замечание, что зиму? Ну, нет такого слова. Дальше. Я отвечаю. А теперь у нас на сайте 4124 вопроса и ответа, которые мне задавали в университетах, в школах, на радио, в милиции. Я ослабленный слух, и поэтому в писемом виде я отвечал на эти вопросы. Теперь сказали озвучить это. Ну, некоторые маленькие вопросы можно объединять будет. С кем насчитывать это? Так же, как занятия были. Если бы, ну, по интернету это дорого стоит. Надо, чтобы кто-то был рядом. Пока никого нет. Я на это отвечаю. Предложение сделано. Их считают, что вопросы очень важные. Я считаю так тоже. И отвечаю на это. То есть, у нас там на сайте есть видео, фильмы. Хотя бы и пониже, и пожиже. А вот вопросы, ответы считают, что это сегодня вряд ли кто так сделает. Все рабы. Вот и все. Ответы же мной давались без приглядки в чужие глаза. Чего изволитесь? То есть, то, что у нас есть, она снятые фильмы, занявшие первое место среди документальных фильмов на международном киноконкурсе. Ну, явное дело на дороге не валяется. Здесь у нас погиб губернатор Евдокимов Михаил Сергеевич. И собирали они тут деньги, объявляли, фильм ставили, все сняли, его никто не знает никому. А это на первом месте на международном киноконкурсе. Второй фильм, она снятая, Златулс из Потеряевки. Первое место в России. Документальные фильмы. Там было, кажется, трое епископов православных, профессоров ГИКа. Снимали это на бобины, не то, что сегодня там на видео какое-то снимают. Это можно сделать. Хотя, искусственно создать первое место нельзя. Это невозможно. Вот пытались протолкнуть какой-то фильм, уже все. И уже он там доминирует среди других фильмов. Не проходит Левиафан, значит, никакого Оскара нет. Этот декабрь-то сколько он там получал, уже похвал. И только нынешний получил Оскара. Там рад, там голову потерял, идет. Дальше. Знать нужно. Чтобы создать эти ответы, я отвечаю, что нужно знать. Библия, каноны, все 719. Житие с 1173 по 300, около 300 томов. И дальше. Нужно знать жизнь. Приветствую многое другое. Вот тогда можно на те вопросы, на которые отвечают. Я зато говорю, что самое ценное, что у нас вообще все есть, это ответы, которые я даю, ну, на нашем сайте я покажу. Сегодня, я так думаю, никто эти ответы так не даст. Почему? В первую очередь, зависимые. В разных отделах где-то. Священник никогда рта не раскроет. Его сразу уберут. Я ничем не связан. В день, когда я уверовал, я понял, враг будет за это цеплять. А все, сбросил, ни грамоты, ни диплома, ничего нету. И пошел по миру. Меня бы, ну, просто взять, потруднее им. И дальше. И все нападки-то на меня именно за ответы на вопросы. Они их прожигают, но будут, ну, и будут же их потом искать посрочно. Там сказано на столетие. То есть, мои ответы, вопросы, книги там что. Они из книг взяты, в книгах моих. Повторяю. Какие бы ответы ни давали Осипову, они не стояли даже близко. Какие я даю? Без пригляда. Патриарх, президент. Мне разницы никакой не было. Теперь мне кто-то пишет. Дальше. Вопросы и ответы очень нужны. Даже вот недавно в субботу или в четверг на занятии одно по скайповой поднялся вопрос про Григория Ефимовича. Раз Путина. И как было бы хорошо дать ссылку на Ютуб с теми вопросами и ответами, что у вас были, а нет уже. Да и это ближе к последним томам. Пусть понемногу, но надо это начинать делать. То есть, эти вопросы, ответы я беру из открытого окна. Каждая книга 752 страницы. Это 30 томов, 33 даже тома, 3 в интернет-версии. Это была проделана не маленькая работа. Дальше. А братья, может, и с вашей точки зрения не очень хорошо читают, но с моей точки зрения они хорошие варухи. 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 Трудятся, делают все, что могут. Профессионализма от них никто не ожидает. Слава Богу за них. Да как можно? Когда я тебе профессионалу, фотографу сказал, вот почему ты тут упрешься, ну поверни маленько в сторону. Или снимает в виде, ну глаза маленькие, глянь. Меняется обстановка, скорее ухвати это. О ком говорят, скорее направь на него. Никаких, упёрся, заснул и всё. У нас один тут снимал. Вот так остановился на ширинку в мужчине. И стоит минут 15. Я не знаю, что ты ждал оттуда. В гости придут эскадон, лошадей выскочат. Ну почему? В другом месте снимают, и там фикус. Установил, стоит около аппарата. Поют наши дети. И вот дочь закрыта фикусным листом, и так и не убрал. Её даже не видно было. Больше полчаса и ни разу даже не посмотреть. Ну, тебе я сказал, ты бы сказал, а кто? Я тебя называю Волобой Александр Павлович. На международных фотовыставках премию первая берёт. Ну я-то... Каспришин. Андрей Николаевич, ты мне мгновенно отпарировал, а я не фотограф. Я попятился уже. Я сразу... Ты ещё волчьи зубы на меня показываешь. Я страшно это не люблю. Я сказал тебе, чтобы брать опыт. Мне, на кого бы ни указали, я сразу начинаю узнавать, что у него там есть. Как это взять. Как к себе применить. Он опытным путём дошёл до этого. В шахматы играет точно так же, разбирает чужие партии. До него уже это было. А Лёхины, вот. Бог этот, Фишер, Роберт. Точно так же всегда. Дальше. Инна США. Здравствуйте. Потихоньку выздоравливаю. В следующем месяце смогу купить все ваши книги. Тридцать восемь. Сможете ли мне их отложить? Да, смогу. Переслать попрошу мою маму в Киев. Ближе к концу мая снова свяжусь с вами по этому поводу. Сегодня буду встречаться с пастором из проптийской церкви. Пожалуйста, держите меня в своих молитвах. Инна, Господи, благослови её. Игнатий Тихонович, дорогой, следите за своим здоровьем, пожалуйста. Игнатий Тихонович, куда переслать деньги? Игнатий Тихонович, куда переслать деньги за книги. Видите, какие вопросы. Вот дальше будьте внимательны. Сейчас вот человек Валентин Стронин. Донецк, Донбасс, Украина. И сейчас вы увидите. Мы с ним знакомы давно уже. Давно. Он как бы в этих виртуальных друзях состоит. Такие материалы получает. А он очень знатный. Дальше. Он мне даёт про тебя. Стронин фильм в поисках источника веры. ЧСЗ, что-то богослужение. Авторское видео. Поэта-летописца Валентина Стронина. Что есть жизнь. Это источник веры. Путь к Богу. Его вселенским законам бытия. Живая спираль. Познание добра и зла. Видите, живая спираль и прочее. Православный может это сказать? Я что-то с колоколами где-то. Сразу не догадаешься, что не православный. А столько здесь сейчас он приоткроет. И у меня просьба. Кто имеет доступ там, найдите его, поговорите. Он имеет общение со многими людьми, то другое. Изыщество в самой странной форме. Притом космическое изыщество. Изыщество. Ну а это ясное дело, что сатанизм иначе сказать. Дальше. Так, а в жизнь вечную понесем свой крест в свое второе я. Вот это сейчас живите по-божески. Вот оно, вверху-то. Живите по-божески, по совести, правде. И вы придете в Царствие Небесное, строя рай на земле. Вот видите, рай на земле. Да кто это говорил? Дальше. Храм в своей душе. Ибо все, что вокруг нас, тленно. И сам человек не вечен, но пройдя земной путь от зачатия до кончины. Мы своими мыслями и делами преображаем себя. А в веру в жизнь вечную понесем свой крест, свое второе я и дух, и другие миры и вселенная. Понятно. То есть говорит, как будто верующие слова. Видимо, где-то набрался. И вдруг понесем другие миры во вселенная. Чтобы оттуда с Господом лицезреть. Вместе. Куда ты слово делал вместе? Вместе с Господом. Почему ты вместе не прочитал? Не знаю. Не знаешь. Помолитесь о Никите. Выбрасывает слова, где написано делать. У него мгновенного не делать. Если не делать, он буквально не теряется делать. Вместе с Господом лицезреть величие внеземного. Опознавая вместе всесущим основу основ мироздания. Вместе познавая. То есть он не знает, но пускай знает. Мироздание. Неся открытие вами истины. Будущим поколением в виде света и покаяния. Ради мира и жизни вечной. Валентин Стронин. Писатель, миротворец, летописец, настоятель духовного храма на камне, зачатие. Дипломант фестиваля искусств Индиго. Города Москва. Рима Пописарева и в области поэзии. Гран-при фестиваля среди лучших поэтов святого Владимира. Вот это русских. Вот это русских слово. Какое? Ну вот ты прочитал. Среди русских поэтов ты сказал. Среди. Ну вот я выделил. Какое слово? Лучших. А почему ты прочитал русских? Русских прочитал, да? Да, конечно. Лучших. Он показывает, какой он значимый. Ну и правильно такое не дают где-то. Россия и Украина награжден медалью святого Владимира «Одна вера, один народ». Ютуб. Смотри мои интервью, видео на Ютубе. Валентин Стронин, писатель, летописец, Донбасс. Вместить в себя всю вселенную. В себя всю вселенную вместить. Вы понимаете, что такое? Вот почему Украина такое терпит. Не из-за того, что там гей-парады. Это не все. Главное, что все ереси, какие зарождаются, какие были, туда стеклись. Сделались пристанищем всякой нечистой птицей, как в откровении говорится. Вся мерзость там. Нет в России этого. Премии какие-то говорят. И видно, что он не отрекается от этих премий. И дальше. Так, 3493 просмотра на 18 апреля 2016 года. Майор, город, ну, с майором Китлин. 18 апреля, ну, оно вот оно. Сегодня у нас какое? 19-е. Это вообще наш день. Дальше я отвечаю. Первый коронавирус, кто не любит Господа Иисуса Христа, Анафема, Маранафа, Галатам. Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали, вам да будет Анафема. Как прежде мы сказали, так и теперь. Еще говорю, кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет Анафема. Ну, слава Божьи. Он Библию не упоминает, Евангелие не упоминает, Христа не упоминает. Он мгновенно мне ответил ночью сегодня. Ваш ответ противоречит жизни земной и небесной, ибо всяк входящий в лоно матери, земной и уходящий по смерти своей в простор вселенной, есть частица всесущего. Так как можно человека предавать Анафеме? Предавать даже, вот ладно, грамоты, поэты, предавать. Не предавать, а предавать. Вот даже здесь говорится, что ошибка, но это ладно, ошибка. Это в моем мире он мне пишет. Видите, земная, уходящая, простор вселенной, то есть не в ад идет. Просторы вселенной, говорится, демоны понесут душу туда. Он не договаривает, что. Посмотрите, что. Ваш ответ. Да ответ-то не мой, где он мой ответ? Моего ответа и нету. Я привел три места писания фактически. Я показываю на его ответ. О, дальше. Валентин Стронин, писатель, боголюб, летописец. Я ему на это отвечаю. Претензии к Духу Святому и Капостолу Павлу. Притча сломана 30 главная. Ошибка вышла тут маленькая. Пятый стих. Вот. Всякое слово Бога чисто. Он щит уповающим на Него. Не прибавляй к словам Его, чтобы Он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом. Откровение. Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов, участь в озере горящим огнем и стерою. Это смерть вторая. И она смогла вам. Ваш отец дьявол. Вы хотите исполнять похоть отца вашего. Он был человекоубийцей от начала и не устоял в истине. Ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое. Ибо он лжец и отец лжи. Вот это я дал ответ. Моего ответа никакого нет. Но пока ответа нет, я только сейчас скинул. На Украине еще ночь. Видимо, этот летописец и поэт, доминант, там все отдыхает. Он встанет. Вот кто имеет возможность выйти на него, побеседуйте, зайдите. Это рождение. А они уже и какие-то еще там доктора, профессора там заходили ко мне. Но тем более открыто. А там видишь, как завуалировано. То есть это люди, которые работают. Вот здесь Левашов Николай был, Твердохлебов. Вот которые проталкивают эту бесовщину. Вот это Украина. Это оттуда все идет. Найдите его, украинские люди. Потрудитесь. Ну и Господь воздаст вам в судный день. Ну и дальше показываю, что. Это вот наш листик или страница, как его назвать, в моем мире. Вот она. Туда я перетаскиваю все, что на нашем Ютубе. Дальше. Прочитай вот это. Вчера у нас было это вот. Павел. У тебя прочитаешь сейчас. Вот это вот. Это мы вчера читали, да. Вот этого нет. Вот это я прочитал, перенес туда. Этого тоже перенес туда. Но тут еще есть немного. Мелко я взял туда, перенес. Не добавляй ничего. Дальше. Вот Борис Пивенек. Кто его знает, Борис Пивенек? Где-то Белая церковь, где-то он там находится. Инатий Тихонович, масса информации о вашем служении может и иметь какую-то пользу. Но явно игнорирование личных вопросов, исходящих от конкретных людей, я считаю, недопустимо для служителя Божьего. Ну, по порядку, значит. Масса может иметь какую-то пользу. То есть, то, что у нас идет, ну, раз протестант там, харизмат там или кто-то там, ну, он там где-то находится, книга есть о лечении. То ясное дело, что православие, как бы он к нему хорошо не относился, все под сомнением ставится-то. А конкретно ни о чем не сказано. И дальше что я? Что ему не ответил. Когда не ответил, я даже не знаю. И что? О чем я? О чем я? О своем письме к вам и даже в высланном ролике на тему исцеления, в котором я указал на ложность учения молитвы за исцеление больного человека. Учение, которое прозвучало в вашей общине. Я не знаю, о чем речь идет. Больные, как вот он лечит, прикасается, видно, как он что-то там натирает там ноги. И книга у него о лечении есть, как люди исцеляются. Я говорил об этом, я об этом даже не знаю, чтобы я говорил. Хотя бы мог сказать. Кашпировский тоже лечит. Я не к нему это говорю конкретно. Это человек хороший, у меня ничего нет. Я не понимаю даже о чем речь идет. Что я не ответил? Дальше. Но на этот очень важный вопрос я так и не получил ответ, даже не заметил интереса к нему. Ну, интереса нету, это правильно. У меня какой-то интерес. Я никакого отношения не имею к этому. Не лечу так и ничего нет. Бывает, помолишься там, ну и все. И дальше. Отец Александр Кулешов, священник, 32 года. Вот он. Иконы. Вот говорят, вы что снимаете? Он снимает где? Стоит в алтаре. Идет литургия, явно дело-то. С чашей. Но ничего нет, видишь, все у него здесь. Как палат. Чтобы люди увидели, как. И дальше. Гнатий Тихонович, Бог да благословит вас. Спаси Христос и благословение Божие. Иерей Александр Кулешов. Ну, Александр, благодарю. Спаси Христос. Вот как. Там что-то тоже у него дальше изображение там или что. Еще что. Иван Лисухин, 48 лет. Россия, город Лабинск, Лабинский район. Это, наверное, Украина, да? Ну, как Россия сказано же. А, Россия? А, Россия. Ну, да, дальше что? Игнат Тихонович, здравствуйте. Как можно приобрести книгу трехтомник? Ну, на меня в моем мире выйдите, на мой мир. Я там все скину. Здесь я уже скидывал десятки раз. И поэтому посмотрите прямо на нашем форуме. Вот, видите, ему перенесли. Не он же здесь. Кто-то переносит мне сюда эти. А теперь давайте ответ. Давайте я не знаю куда, а у меня и времени на это нет. Перейдите сюда. Далее. Это у нас вот видеоканал. Большой видеоканал. Вот. Я попрошу всех. Вот. У нас вчера случилось на нашем видеоканале такое. На один ролик. А один отвечает матерками. Две строчки, два матерка. Матерки. Матерки. Несензурная брань. Убрать мог бы кто-то. Модераторы кто-то. И я мог бы. Смотрю, у Никиты отображается. Володя отображается. Но они не имеют власти над этим. У меня не отображается. Там всего четыре комментария. И показывает четыре комментария. Я захожу через менеджер. Все как положено. Там нахожу его. У меня три. Четвертого нету. Вчера, сегодня. Открывай, открывай. Три. Я поэтому. Раз оно не появляется. Я ничего не могу сделать. Никита искал, искал. Что ты делаешь она? Где искал? Да везде, где можно искал. То есть везде. Везде. И ничего не могли сделать. Кто знает, как это сделать. Почему у меня не отображается. Хотя показано четыре. Когда открывает три. А раз три, значит его нету. Я не могу убрать. Мерзность эту убрать как-то бы надо. Ну а тут уже знаете, что если вот здесь вот главное называется, вот здесь ткнуть в него. Вот я сейчас покажу. Вот я ткнул, вот побежала красная черта. И она открывает в другом варианте. Вот. Это жития святых на каждый день. Жития святых идут. Видите, как обрабатывает один добрый человек и выставляет. Моя начитка была в 80-х годах. Ну и самое ценное у нас, это наш сайт. Православный библейский сайт во свете Библии. Я еще говорил, вот ответы. Ответы на вопросы по темам. Вот какие ваши будут мысли. Это очень большой материал. Очень большой. Ну и если только будет сделано, не менее тысячи роликов будет дополнительно. Вопросы и ответы. Видимо по папкам так и придется делать. Они в книгах все эти, из книг взятые. Вот она. Когда ткнешь, открывается вот так. И дальше вот они идут. Вот какой тут? Ну-ка, назови какой ткнуть. С какой? Том. Вот, третий том, 97 вопрос. Вот я ткнул. Вот ответ идет. Что за вопрос? Зачем же дьявол внушил людям убить Христа? Неужели не знал он, что Христос умерший победит смерть и власть дьявола? Понимаете, вопрос какой серьезный. Это очень глубокий вопрос. Мой ответ. Это в университете так было. Дальше. В этом вопросе злоба всегда превышала здравый смысл и у людей, последователей дьявола. Как говорит в житии мученика Евстратия, идолопоклонники, видя, как христиане почитают мощь убиенных, измыслили следующее. Брать христиан, но как бы не за веру, а за распространение ложных возмышлений, порочащих общественный и государственный строй. И казнить их тайно. И как повелел Юлиан Отступник, тела христиан при сжигании перемешивать с телами нечистых животных, чтобы не было почитания останков. 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 Не заедай слова. Дальше. И более того, старались эти несгоревшие кости бросать даже в воду. Но Бог совершал чудо, и из воды вдруг поднимались ночью к небу столбы яркого света, и при том только над костями святых. Понятно? Вот я даю ответ. Что? Сначала делаю общее. Какая причина? Чтобы человек понял, о чем дело. Значит, должен знать жития святых и в Страте. Ну, от которой священники выступают. Вы знаете это? Вы такой ответ давали? Нет? И дальше-то. Это только полответа. Мог же Ленин предположить хотя бы на полпроцента, что времена здесь изменятся, и расстрелянное царское семейство будет канонизировано? Вот ответ к нему. Почему это делает дьявол? Масоны сделали все возможное, чтобы осквернить память помазанника Божия. Мы этот вопрос не избирали. Никита, я сейчас только открыл, я даже не думал открывать. Никита сходу взял. Один вопрос. Смотрите, сколько в нем. И что дальше? Может быть уверены, что и эта канонизация царя Николая II не вразумит последующих гонителей. Почему? Только потому, что сущностью дьявола является ложь и убийство. Оно не может быть другим. Вот убивает там кто ИГИЛ, а они тут же канонизировали все, кого они убили. Это Иоанна, ваш отец дьявол. Вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийцей от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. Дальше. Теоретически, еще Фридрих Енгельс давал наказ никогда не переследовать христиан физически, а только идейно. Хотя коммунисты печатали эти труды, но поступать и по ним не могли. Когда меня судили, то в своем ходатайстве, мою защиту, дьякон Сергей Бурдин писал, что осуждение Лапкина есть мина замедленного действия под международную разрядку напряженности. Вот как высоко брали. Возьмите даже последние гонения в 1999 году на наш православный Лагерстан. Коммунисты через свои нападки, через 15 комиссий буквально насильно возлагали на нас венец страдальцев. Слава Иисусу Христу! И среди них не нашлось ни одного мудрого, кто бы это понял. И сейчас они после приезда одного действительно расположенного к нам человека, Шойхета. Внешне отступились от нас, и мы слышим только их глухое рычание. Как побитых собак с поджатыми хвостами, опозоренные в судах, парализованные. Они рычат на всех, и на судью, и на моего защитника. Если бы меня не сажали, и не гнали, то про меня никто бы и не знал, что я есть. А они своими гонениями дали мне всемирную известность, даже немыслимую для наших министров. Поэтому, как ни трудно, надо все принимать, как из любящей руки Господа Аллилуйя. Понятно. Здесь должна быть у тебя и биография соответствующая. Она вопрос задали, я вот свою биографию вставляю, как было. Нашелся человек, Шойхет, еврей. Яков Нахманович, доктор медицинских наук, он мне операцию делал. Это замгубернатора Алтайского края. И приехал в Потеряевку после газеты, когда путинская газета, российская газета, она с большого материала опубликовала. И он приехал, и осада была снята. И тут инсульт одному, инсульт второму, третий, который подавал там из московского комсомольства, убитый где-то нашли. То есть полный разгром. Вот ответ. Почему? Дьявол. Злоба ослепляет разум. Так нужно это, не нужно. Так это один вопрос, один. Ну и кто ответит из них? Пускай священники, которые перед народом выходят, красуются. Это жизнь, ее нельзя изменить. Она уже заканчивается. И вот эти вопросы, ответы, нынче годно его задают через год, через пять, через сто лет. И ответ один и тот же. Он подтвержден писанием, жизнью, на практике. И поэтому эти вопросы как-то оформить, мы думаем. Какие будут мнения, отзовитесь на это, прошу. То есть мы думаем их как вот занятия в Потеряевке, на каждый день я выставляю на нашем Ютубе и в моем мире. Вот примера та же. Начитывать будет вопрос кто-то, а кто-то считать будет. Может быть, я вопрос засчитаю. Вопрос задается маленький, а ответы иногда бывает несколько страниц. Вот, к примеру, здесь я сейчас вткнул в него, тут короче. Снова возвращаюсь. Это первое где-то. Вот, видите, какие. Везде вопросы, ответы. Черное, жирное, курсивом, Слово Божие. Без Слова Божия практически ничего нету. Вот какие вопросы. Правило Василия Великого. Видите, дается где-то, значит. Если правило дается, то бывает Слова Божия, ведь что-то нету. Просто я показываю, какие. Вот так, на выбор. Вот, то есть нету. Потому что показать надо большие вопросы. Видите как. Ну, а то, что мы думаем это делать, просят, надо ли не надо. Потому что это пойдет даже не на один год. За год это не сделать. То есть это около тысячи роликов может получиться новых. Медленно, медленно. А так это стоит и стоит никто не знает. А так по папкам. Видите, посчитайте какие. Это папка, это значит тема. По этой теме. Видите как. Говорю, что вот это самое ценное, что у нас есть на всех наших ресурсах. Вот оно где. Ну, так, к примеру покажу. Эти мощи, литература, молитва, монашество, мусульманство, обращение ко Христу, община, объединение, патриархия, пища, посты, покаяние, политика, потеряевка, праздники, природа, промысл Божий, проповедь, благовестие. Ну, вот, допустим, здесь я считаю АБВГДЖЗЕ. ДЖЗЕ. Вот. 14. Евреи. Я ткнул. Пошли вопросы. Где этот материал? В наших книгах открытым оком на какое? Видите какие? Вот любой какой-нибудь. Выбери на минутку. Ну, давайте. 9 том, 2285 вопрос. Третий том. Вот я открываю. Посмотри, какой ответ. Что за вопрос? Читал, что гонения на евреи будут сами же евреи устраивать, чтобы собрать их всех в Израиле. Так ли это? Теперь вот ответ я должен дать. Ответ. Ну, вот, Малико, прочитай чуть-чуть. Вечерний Барновул, 13.05.04 год. Страница первая. Отставки. Позиция Лапина. Глава республики Алта Михаил Лапшин. Или Лапин, не попонять. Лапшин. Подтвердил журналистам, что уволил своего вице-премьера за антисемитизм. Бывший вице-премьер правительства республики Владимир Торбоков был уволен в начале апреля. Поводом послужила статья в местной прессе, в которой он негативно отозвался о том, что евреи занимают в России высокие государственные посты. Предъедет РИА Новости. Журналистам... Понятно, ну понятно, что он сказал правду, правда, его уволили. Теперь я должен знать эту газету, применить ее, и дальше, смотрите, курсивом Журнум. Это места священного писания. Посмотрите, сколько места. Вот какой ответ. Да убейте их всех, которые дают ответы, и никогда не ответят. Они боятся. Вот смотрите, сколько. Это места писания. Это надо знать писание, Библию, жития святых и прочее. Теперь я показываю, сколько евреев в правительстве органов СССР было, данное на 20-й год. Вот евреев. Евреев сколько было. Количество, процентное отношение, откуда это взято? Это я передвигаю только. Сколько ответов? Это один ответ. Да еще и поэзия. Пожалуйста. Это один вопрос еврейский. А их тут, про евреев у меня 176 вопросов. 176. И что главное, евреи ни один претензии не имеют ко мне. Ни один. По сегодняшний день. Мало того, еще поддерживают. Ну, пока и все на сегодня. Богу слава. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.